В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте. Сегодня днем в Черноморске произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Hyundai. Очевидцы аварии говорят, что в маршрутку из-за угла на большой скорости влетел пьяный водитель такси. Автобус не успел притормозить. От удара его откинуло на жилой дом, тем самым разрушив дворы трех квартир. По предварительным данным госпитализировали четверых пассажиров автобуса. Девушка, которая находилась на переднем сидении автомобиля, приняла удар со своей стороны. Ее буквально пришлось извлекать из машины. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Даже не тормозил. Я уходил от него, но избежать никак. Сильно большая скорость в Hyundai. То есть он летел, как вы думаете, какая была скорость? Ну 90, это 100%. Потому что есть свидетели, пассажиры, мы ехали километров 60 вниз. Уступили пешеходу дорогу, уже начали катиться сюда. Ну, а он вот так вылез, я уже начал уходить от него. Жители дома шокированы. Забор полностью снесен, как и летние дворики. По счастливой случайности автобус не задел газовую трубу. Пострадавших в жилом доме нет. Вот соседка моя проживает в соседней квартире. Позвонил, Виталик срочно приезжает. Тут маршрутка въехала в наши квартиры. Вот я приезжаю, вот вижу вот эту вот ситуацию. Я на кухне сидела, сидела на кухне. Взрыв раздался. У меня мать еще парализованная, 84 года. Я открыла беседку на улицу, у меня во дворе стоит маршрутка, снесен забор, стоит маршрутка. Разбито все во дворе. Водители автомобиля отправили в больницу. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах ДТП. Ночью в полицию поступило тревожное сообщение от мужчины. Он сообщил, что его жена задушила их трехмесячную дочь. Оперативно-следственная группа на месте выяснила подробности ужасного убийства. Звісували, что действительно мает факт того, что мать в стане психического развода, ніби в стане эффекта, позбавила життя шляхом удушения, а свого немовля, якому 4 месяца. За этим фактом открыто криминальное проведение за знаками правопорушения предназначено статей 115 КК Украины. Сейчас мать затрямлено порядка статей 208 КК Украины. Очекаем на судово-психическую экспертизу, ее стану. И, соответственно, права квалификации ЖИЭ будем притягивать до ответственности, чтобы она отвечает за свои действия. Что вы сделали конкретно? Подушкой задушкой. Раньше за женщиной не было замечено социального поведения. И на учете психоневрологических учреждений она не находилась. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства страшного преступления. Сотрудники муниципальной охраны задержали троих пьяных мужчин в камуфляжной форме за дебош в парке Шевченко. В полиции сообщили, что правонарушители нанесли телесные повреждения женщине, разбили стеклянную витрину спортивного магазина и пытались перевернуть ларек с кофе. На место происшествия прибыла охрана. Угрожая оружием, мужчины сообщили о том, что они состоят в правом секторе и у них при себе есть боевая граната. Используя приемы рукопашного боя, два сотрудника муниципальной охраны обезвредили дебоширов. У них изъяли пистолет и два ножа. После драки одного из правонарушителей с травмами головы увезли на скорой, а двоих его друзей доставили в отделение полиции. По данным правоохранителей, дебоширы действительно ранее состояли в правом секторе, однако были исключены из добровольческой организации за систематическое употребление алкоголя, якобы еще два года назад. Жители микрорайона Шкодова гора готовы перекрывать трассу. Более тысячи человек могут остаться зимой без отопления. О том, что в этом году люди не получат тепло, говорится в обращении руководства Укртранснефтепродукт на имя премьер-министра Украины. У жителей микрорайона общая котельная с одесским нефтеперерабатывающим заводом. И обещанный год назад альтернативы до сих пор нет. Будем перекрывать дорогу и жечь на дороге костры. Жечь костры и перекрывать улицу за последние два года уже стало привычным делом для жителей Шкодовой горы перед началом отопительного сезона. Все нам врут. У нас есть записи. И Ляшенко есть записи, и Козловская. Все есть записи. Они врут нас сама. В конце концов, отопительный сезон на носу. Отапливать нас только единственная котельная. Ни никто не готовит ничего. Для Артема сегодня первый в жизни митинг. Ему всего лишь пять месяцев. Этой зимой его семья, как и тысячи других жителей микрорайона, может остаться без отопления. Будем стоять на дорогах, перекрывать дорогу. А что делать? Холодно, ребенка не покупаешь. Начинает болеть сейчас. Поэтому будем перекрывать дороги. У домов микрорайона общая котельная с нефтеперерабатывающим заводом. В своем обращении к премьер-министру Укртранснефтепродукт уже сообщил, что до теплов квартиры в этом году не смогут. Вопрос городской власти. Почему у нас нет котельной? Вопрос. Почему? Почему дети должны мерзнуть? Почему мы сегодня должны собраться, оторвать всех от работы, жильцов от дома, от семьи? Я у него спросил, что передать жильцам по поводу отопления. Не переживайте, до осени будет у вас мини-котельная. На рабочей группе он сказал, я этого не говорил. Люди попытались поговорить с руководством Укртранснефтепродукт. Большинство из них – бывшие сотрудники НПЗ. Охранника нет, никого нет. Там охранники стоят. Может, туда? Давайте будем ломать дверь. Не, ломать, посадят. Знаете, я проработал на этом предприятии 25 лет. А я 32. Вот. И жалко ломать то, что 25 лет тебе служило. Ушо болит, так красиво у нас здесь было. Давайте попробуем подойти на тупорку. К людям так никто и не вышел. Жители Шкодовой горы звали на свое собрание руководство департамента городского хозяйства. Но к ним никто не приехал. Они решили навестить департамент сами. Но никого на рабочих местах не обнаружили. Никто на нас внимания не обращал. Вот где завод остановился и остановился полностью поселок. Жизни нету на поселке. Так как никто общаться с людьми не хочет, они уже готовятся к массовой акции протеста. Обещают перекрыть дорогу на сухой порт. Анна Городенцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Директор Одесского юридического лицея Александр Шиян подал заявление об увольнении. Ранее несколько учеников отравились и пожаловались на качество питания в учебном заведении. Также директор оскорбил лицеистку. А его заместитель побила председателя родительского комитета класса. В ситуацию вмешались депутаты городского совета. Также ситуация получила широкую огласку в СМИ. В частности, вышла серия материалов и на нашем канале. Оправданный Ильичевским судом Евгений Мефедов сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность. А защита пытается обжаловать решение о его аресте. Однако Мефедову было предъявлено новое подозрение. Теперь его обвиняют в совершении действий, подрывающих конституционный строй и организации массовых беспорядков. Защита Мефедова считает такие действия незаконными. Моя подзащитная. Всеми силами, всеми законными и незаконными, а я, телоударение, но незаконными. Моя подозревает, пытается удержать под стражей, не взирая на полный бред, который они каждый раз подсовывают ему в подозрениях. Второе. Подозрение мотивировано тем, что Евгений Мефедов подозревается якобы в действиях, направленных на насильное изменение конституционного строя Украины. Ему вменяется участие в автопробеге 28 марта 2014 года и годился в Николаев. Этот предмет исследования уже является основанием для предъявления ему подозрения по части 1 статьи 110, прошу прощения, по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса, по которому операционный суд Одесской области 18 октября будет принимать решение о действительности необходимости или отсутствии необходимости в содержании жени под стражей. Прокуратура не так поняла, что в основании содержания жени под стражей нет никаких и обоснованности подозрений по предъявленной 18 сентября и дозре по статье 110 никаких нет. Соответственно, страхуются таким образом и предъявляют новое подозрение. Завтра Киевский районный суд, по словам адвоката, должен будет избрать меру пресечения и, скорее всего, это будет снова содержание под стражей. В случае, если данные действия обжаловать не удастся, то Мефедов и его защитник готовы обращаться в Европейский суд по правам человека. Ныне народный депутат, а ранее журналист, известный антикоррупционными публикациями, Сергей Лещенко зовет горожан поучаствовать в акции протеста под Верховной Радой. Демократическая позиция и правые возмущены незавершенностью ряда реформ, в первую очередь отсутствием в Украине антикоррупционного суда. По их мнению, на бой антикоррупционная прокуратура не могут эффективно работать в таких условиях. Ведь в обычных судах дела разваливаются. Мы не можем оставить наш антикоррупционный дом достроенным наполовину. Что происходит у нас? Существует антикоррупционное бюро. Это абсолютно уникальный феномен, которого не было на постсоветском пространстве нигде, и которого, на самом деле, в будущем, я уверен, будут точно так же исследовать страны, которые будут идти по пути борьбы с коррупцией. Но для того, чтобы антикоррупционное бюро заканчивало свое расследование, для того, чтобы оно не было просто дискредитировано отсутствием результата, необходимо создать независимый суд, где люди, которые воруют деньги из бюджета, получили приговор. Три основных требования, которые сегодня выдвигает фактически вся страна к нашему парламенту. Это антикоррупционный суд, это ограничение депутатской неприкосновенности, и новый закон о выборах по открытым спискам. Акция состоится 17 октября под зданием украинского парламента в Киеве. Аналогичные акции, но менее масштабные, пройдут в других крупных городах под областными государственными администрациями. Расследования нападений на общественников в Одессе затягиваются следствием, считают пострадавшие активисты. Около двух месяцев назад в Савиньоне был жестоко избит общественный деятель Владимир Букач. Сам пострадавший связывает эти события со смены руководства в порту Черноморска. Наносились удары кастетами, безбольными битами в жизненно важные части тела. А именно, кастетом в голову, в висок. И трое наемных убийц убедились, когда Букач упал и потерял сознание, что их умысел, лишение жизни человека и журналиста, якобы уже доведен до конца. О недопустимости затягивания следствия заявили в Организациях защиты прав человека, Верховенского права и Центре социально-этнических исследований ЛАД. Только за этот год общее количество нападений на журналистов и активистов увеличилось в разы. Очередным пострадавшим стал Святослав Огринчук. 30 сентября на встрече с Аркашвили с его сторонниками на меня было совершено нападение, насильное препятствование моей профессиональной журналистской деятельности. Я пришел со своей племянницей, которая здесь у меня присутствует, как человек незрячий, чтобы задать Михаилу Саркашвили несколько вопросов. Мне не дали такой возможности, люди набросились на меня, держали за руки и сзади наносили удары по голове, по затылку, область затылка и виска. Вот у меня подошел сотрясение мозга, наносились удары также по спине. Во время пресс-конференции в Одесском отделении Союза журналистов общественники обратились к руководству областной полиции и прокуратуры с требованием предоставить результаты расследования в течение двух недель. Вопрос настолько серьезен, что нам, видимо, перед высшей властью надо будет ставить вопрос о соответствии с занимаемым должностям, где работникам, и обеспечении надлежащего руководства порученным участкой государственной службы в правоохранительных органах, в полиции, в прокуратуре и так далее. Потому что оперативный состав, как нам известно, находится на крайне низком профессиональном уровне, и уже за два с лишним месяца можно было бы запросить помощь центрального аппарата МВД с тем, чтобы это вопиющее преступление было бы раскрыто. Отопительный сезон в центре Одессы начнется без опозданий. Областной хоссуд удовлетворил ходатайство Горсовета о продолжении технологического цикла обанкротившейся ТЭЦ. Через сети КП теплоснабжения Одессы теплоэлектроцентраль отапливает полтора миллионов квадратных метров жилых и нежилых помещений. Ее услугами пользуются примерно 300 тысяч потребителей, в том числе больницы, детсады и школы. Год назад Одесскую ТЭЦ признали банкротом, и весной технологический цикл предприятия был завершен. В результате теплоэлектроцентраль не смогла заключить договор на поставку газа, что создало угрозу срыва приближающегося отопительного сезона. Следующее заседание по делу о банкротстве ТЭЦ состоится 26 октября. Главная цель реформы здравоохранения в Одесской области – снижение смертности населения и обеспечение доступности медицинских услуг для всех районов. Губернатор Максим Степанов отметил, что эти две проблемы во многом связаны. Именно поэтому облгосадминистрация настояла на создании 9 госпитальных округов. Министерство здравоохранения предлагало 5. Проанализовавши все преступления данной медической статистики, проанализовавши, каким чином у нас врухаются пациенты, где они лекуются, как это происходит, мы пришли до выставки и запропоновали создание 9 госпитальных округов. В корне будет изменена система финансирования системы здравоохранения. В частности, между медучреждениями и сформируются чисто рыночные условия на основе абсолютной конкуренции, говорят чиновники. Будет внедрен принцип «деньги идут за пациентом», то есть финансирование получают в первую очередь те больницы, которые пользуются спросом. Одесса может остаться без школы спортивной гимнастики. По словам родителей, городское управление физической культуры и спорта с ноября не продлевает договор с арендодателем спортзала СКА Министерством обороны. По какой причине и где могут оказаться юные гимнасты? Подробности у Дмитрия Богомолова. В спортзале СКА 10-я спортивная школа по спортивной гимнастике позируется уже более 40 лет. За это время из стен учреждения вышли десятки легендарных спортсменов. Но помещение пришло в негодность. Ремонт внутри зала родители делают своими руками. Только в мире мало школ. У нас абсолютно олимпийская чемпионка была в этой школе Татьяна Гуца. Чемпион мира Виталий Маринич и куча сборников. Миргородская Ання, участник олимпиады за сборную страны Украины уже выступал. Всех не перечислить, начиная с 60-х годов. Сейчас в зале нет ни отопления, ни света. Администрация военного спорткомплекса отключила коммуникации еще до прихода инспекторов по пожарной безопасности. И хоть о таких условиях тренировок в городском управлении по делам физкультуры и спорта знали давно, только сейчас решили не продлевать договор с залом. Их на сегодняшний день выгоняют из зала. Дело в том, что этот зал находится в ведении, был заключен договор с горосполкомом об аренде. Они обязывались предоставить зал, согласно акту, есть документы, в нормальном состоянии, с отоплением, с электричеством и так далее. На сегодняшний день, как мы можем видеть, сейчас внутри дети занимаются без света. Им осталось здесь заниматься буквально две недели, после этого их выгоняют на улицу. Родителям удалось связаться с начальником управления Русланом Пуздрачем. По его словам, спортсмены не показывают должного уровня. А условия, предложенные им взамен в общеобразовательной школе на Слободке, не соответствуют виду спорта. У нас шикарная школа. Мы не можем отдать этот зал, потому что он находится в отличной развязке города. У нас занимаются дети с сел, приезжают, потому что от вокзала сразу мама приехала на электричке, привезла ребенка, он позанимался и отвезла его домой. Мы очень хотим сохранить этот зал. Мы благодарны военным, которые предоставили нам. Пускай в таких условиях. Мы согласны, мы занимаемся. Мы будем помогать. Мы будем сами родители, чем можем, будем скидываться деньгами и покупать. Редительский комитет у нас есть. Мы что-то потихоньку покупаем. Сделали ремонт в туалете. Чуть-чуть обтягиваем снаряды, маты перетягиваем. Мы как бельмо. Это надо вкладывать денег. Зала нет. Вот, например, пришли после трагедии Виктории, воспользовались моменты. Горисполком, наверное, это не нравилось, да? Что пришли, просто не почитались с горем, с детьми. Повод на день пойти уничтожать. И на горосполком наехали. Так же самое. Воспользовались этой водой и нас решили закрыть. Просто вот. А так школа у нас хорошая. И что у нас? Сегодня начальник управления сказал родителям, что у нас нет результата. Есть у нас результат. Слабенький. Ну, как сказать, мальчик сборной страны. Я от Украины ездил на турнир в Германию. Причем это очень официальный, хороший турнир. Ну, из-за того, что у нас условия. Не сильно вступал. Но все равно хоть одну медаль он привез. Других видов спорта не лучшие результаты. Где будут тренироваться дети с ноября месяца, пока неизвестно. Родители обратились к руководству спорту управления с просьбой разослать письма ректорам всех вузов с просьбой принять спортивных гимнастов. Дмитрий Богомолов, Александр Вейцман, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». В фондах Одесского военного музея пополнение. Более 50 моделей танков, бронетранспортеров и орудий теперь открыты для всех посетителей. Такой подарок музею сделали родные одного из коллекционеров. Работники говорят, что больше радуются пополнению маленькие посетители. Особенно большой ажиотаж, как вы уже, наверное, заметили, это вызывает у детишек, которые таким образом могут как-то приобщиться к познанию истории. Мало того, что в интернете в основном, так сказать, не отечественные модели, а здесь они видят живые отечественные модели, которые ничем не хуже тех, которые там нарисованы в интернете, и что привлекают детей к нормальному пониманию своей истории, истории своей страны. В первый день работы выставки ознакомиться с экспонатами смогли сразу будущие и действующие защитники страны. Впечатления у каждого свои. Одни самолеты сидели, на них сидели и сбрасывали все то, что необходимо. А кому сбрасывали? Фашистам. Фашистам сбрасывали. А кто такие фашисты, расскажи. Это плохие люди, которые хотели захватить Одессу. Главная особенность экспозиции – наличие редких моделей. Пятибашенный танк Т-35, немецкий танковый истребитель «Ягод Тигр» и мост-укладчик, а также различные артиллерийские системы на базе железнодорожных платформ. Все это с сегодняшнего дня доступно посетителям музея. В Одессе появился новый мурал. На одной из стен дома на улице Сигецкой нарисовали моряка с попугаем. Его создали в рамках проекта «Одиссариум». Над арт-объектом работала киевская художница Анастасия Белоус. О том, что символизирует изображение и какие еще муралы есть в городе, расскажет Полина Корек. Новый арт-объект Одессы. Рисунок бывалого морского волка со своим верным другом попугаем украсил одну из бетонных стен многоквартирного дома на Сигецкой. Мурал нарисовала художница из Киева Анастасия. Сейчас девушка живет в Лондоне, но ради создания нового арта прилетела в Одессу. Одесса – это известный старый большой порт. И у вас здесь очень красивое море. И вообще замечательный город морской. И это как пожилой моряк, который уже отжил свое, про проездил, прокатался, посмотрел мир. И я хотела передать действительно такой какой-то взгляд его, который повидал мир страны. И вот он привез себе товарища из заморской страны. И как бы такой, если можно сказать, символ Одессы. Это как бы для меня как прежде. Всего в рамках проекта «Одиссариум» в городе появится около 20 муралов. Пока что их только 7. Первый одесский мурал появился на французском бульваре. За моей спиной вы видите тюленя и взрыв ярких красок. Его нарисовали американские художники Эрнеста Маранье и Мата Рута. На муралах на улице Тираспольской изображены слон и шелоклювка. На площади деревянка – семья дельфинов. На спуске Маринеска – баклан. А на стене санатория Чкалова на французском бульваре – лошадь. Пока погода позволяет, авторы проекта планируют создать еще около 7 картин. Мы планируем еще где-то 6-8 картин нарисовать. Сегодня сейчас едем встречать трех художников из Лондона и из Барселоны. Уже есть выбранные стенки, пусть это пока останется сюрпризом. Но в холодный сезон мы войдем порядка с 12-15 работами. В Одессе уже представили свои работы художники из Америки, Италии, Британии и других стран мира. Многие украинцы, одесситы сегодня рассеянные по миру, которые занимаются этим направлением. Бросили клич, пригласили, очень рады. Нью-Йорк, Майами, Америка, Великобритания, Италия. Откликнулись муралисты, откликнулись мастера. Приехали в Одессу. Вдвоем приятно. Отказались от гонорара. О нашем городе знают, его любят. В ближайшие дни в Одессу прибудут еще три художника. Но где появятся новые муралы и что на них изобразят, пока держат в строжайшем секрете. Полина Корюх, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». В преддверии Дня защитника Украины губернатор Одесской области Максим Степанов встретился с семьями бойцов, погибших в зоне АТО. Чиновник анонсировал введение новой социальной программы, которая предусматривает повышение льгот для родственников погибших. Запустить программу в областной администрации планируют уже в этом году. Мы привлекли бывших ребят-атошников, которые воевали для того, чтобы вместе с ними услышать их, услышать их пожелания. Что точно у нас будет в программе. На сегодняшний день оплата коммунальных услуг, 50% у них есть льгота, мы хотим эту льготу поднять до 100%, чтобы полностью мы оплачивали им коммунальные услуги. По поводу бесплатного проезда, чтобы у них был бесплатный проезд, этот вопрос не решен, к сожалению, на законодательном уровне. Но мы нашли механизм, каким образом этот вопрос решить на уровне нашей области. Он находит взрывчатку, был в зоне АТО и спас несколько человеческих жизней. 10 лет исполнилась легенде одесских кинологов, лабрадору по кличке Вася, который дослужился до звания генерала. Его заслуги в работе трудно оценить, говорят кинологи. Анна Городенцева познакомилась с героем. Его зовут Варяг фон Бриксесберг, или в народе просто Вася. Большую часть жизни он задерживает преступников, ищет взрывчатки и спасает людей. У четыряногого героя день рождения. Ему исполнилось 10 лет. За 8 лет службы Вася не просто находил опасные предметы. Он даже побывал в зоне АТО. Мы с ним вместе начинали свою служебную карьеру лейтенантами. Ну, теперь Вася уже генерал, а я пока еще майор. Мы с ним прошли 8 лет службы. Последние 4 года Вася находится под руководством старшего инспектора кинолога, старшего лейтенанта полиции Матвеевой Елены. Вместе с ней они сделали много резонансных открытий, много находок. Также под моим руководством были в зоне антитеррористической операции в Луганской области. Главная заслуга четвероногого генерала – спасенные человеческие жизни. Каждая находка, мы можем говорить о сотнях жизней, потому что мы не знаем, для чего она была изначально предназначена. Поэтому, как один из примеров, в позапрошлом году на улице Екатерининской, угол Малой Арнеутской, была найдена сумка, в которой было около 3 килограмм тротила. Кроме Васи, в кинологическом центре сотни четвероногих героев. Их обучают находить взрывчатку и наркотики, задерживать преступников. Интуицию псов трудно обмануть. Без их помощи свою службу правоохранители не представляют. Анна Городенцева, Анастасия Гречко, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!